Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я Краснопольская Алла Михайловна, гастроэнтеролог детского центра «Здоровый ребенок». Сегодня хочу вам предложить тему разговора «Гастроэзофагиальный рефлюкс» и методы его обследования, как можно его заподозрить, как обращаться к врачу, к какому доктору обращаться, и в перспективе расскажу, какие обследования необходимо проводить. Я хочу вас нацелить на то, что гастроэзофагиальный рефлюкс – это сейчас очень частая патология. Ко мне направляют больных и лор-врачи, и неврологи, и педиатры. Почему? Потому что эта тема в детском возрасте очень многогранна. Проявление гастроэзофагиального рефлюкса – это прежде всего у маленьких детей отрыжка, срызивание, у детей до года – это срызивание очень часто, более 50 срызиваний за день. У взрослых детей проявляются в виде отрыжки, изжоги, иногда чувство кома в глотке, иногда чувство боли за грудиной, какие-то неприятные ощущения в грудной клетке. Ну и, конечно, могут быть боли в животе, чаще всего в верхнем отделе живота, в эпигастреи. И вот такие детки попадают к нам на прием. Почему попадают? Потому что проявляется клиника. Какая? Кашель, отрыжка, изжога, боли в желудке, иногда в грудной клетке. Это направляют врачи и кардиологи, и педиатры, и лор-врачи. Значит, что настораживает прежде всего? У детей гастроэзофагиальный рефлюкс – это не то же самое, что рефлюкс у взрослых. Чаще всего у взрослых рефлюкс протекает на фоне длительной гастропатологии, то есть гастродоаденита, язвенной болезни желудка, как с хеликобактерной инфекцией, так и без нее. Но у детей чаще всего этот рефлюкс физиологический. Что это значит? Это значит, что он появился, какое-то время просуществовал, так сказать, приносит, конечно, неприятные ощущения, но при нормальном обследовании, при нормальном лечении эта патология управляема, так скажем. Значит, причины в детском возрасте. Ну, я уже сказала, что маленьких детей – это чаще всего младенческие среди в нейколики, то есть это все функциональные нарушения. Так должно быть у младенца, потому что младенец рождается со стерильным кишечником, начинается флорозаселение кишечника, и появляется много таких отходов жизнедеятельности микробов, как газы, которые давят на кишечник, вызывают повышение внутрибрюшного давления, и появляются срыгивания, рвоты у младенцев. Но это все проходящая физиология до 6 месяцев. Если это старше 6 месяцев, то тоже надо разбираться. Так, у детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста такие бывают проявления при, чаще всего, при нарушении флорокишечника, при нарушении эвакуации пищи из желудка в 12-першную кишку и дальше по кишечнику, на фоне каких-то, ну так сказать, несостоятельности нервной системы, прежде всего, потому что дети очень эмоциональные, у них то возбуждение, то расслабление. При возбуждении нервной системы, общего возбуждения ребенка, вот бегает, прыгает, у него может сокращаться как все органы, так и желудок, и вызывать при этом обратный ток пищи из желудка в пищевод, и даже, может быть, в гортань и в ротовую полость. А вот у старших детей, старший школьный возраст, средний школьный возраст, это чаще всего на фоне, конечно, гастрододенита, на фоне хронической инфекции уже происходит, потому что воспаление со слизистой оболочки желудка переходит на сфинктер, это такое мышечное образование между пищеводом и желудком, который смыкается при глотании и потом расслабляется, ждет новую порцию пищи. Вот, и вот такие изменения могут быть длительными, приносить неприятные ощущения, может быть отказ от еды, конечно, если постоянно чувство тошноты, отрыжки, изжоги, это неприятное состояние. Чем характеризуется рефлекс еще у детей? За счет чего он бывает? Он бывает за счет повышения внутрибрюшного давления. Это ожирение, если у детей избыточный вес, это избыточная жировая ткань брюшной полости, повышается внутрибрюшное давление, давит на желудок, сфинктер под давлением этого жира и, ну, вот этого брюшного давления раскрывается и проявляется рефлекс. У детей старше, еще причем может быть, при нарушении пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту, такие проявления, как запор. Если запор существует, ну, так, хронически протекает, там стул один раз некоторые приходят в 5 дней, в 7 дней, самостоятельно стула иногда вообще не бывает у детей, и до такой степени доходит запор, то то же самое, механин тот же, повышается внутрибрюшное давление и начинается рефлекс. Значит, в данном случае мы что должны с вами провести? Мы должны, конечно, ребенка обследовать. Жалобы мы учли, из-за чего это подозрение у нас есть на рефлекс, поэтому мы должны с вами провести обследование. Но кроме обычного УЗИ внутренних органов, это печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, потому что у нас пищеварительная система – это единая система. Сбой в одном органе, конечно же, отражается на работе, на функции другого органа, поэтому мы должны провести абсолютно неполное УЗИ ГПДЗ, гептодинальной зоны. Мы необходимо оценить состояние кала у ребенка, так называемая анализка программы. Значит, там мы посмотрим нехватку ферментов, воспалительные процессы в кишечнике, лейкоциты, эритроциты, и это нам тоже дополнит нашу клиническую картину. Но и самое главное, проводится у детей такое сейчас в последнее время очень распространено обследование УЗИ желудка. УЗИ желудка в плане дифференциальной диагностики эрозии или яс нам ничего не даст, потому что мы увидим только пассаж пищи из пищевода в желудок, и если есть, ребенок выпивает воду во время проведения этой процедуры, возврат пищи, если есть из желудка в пищевод, то это нам подтверждает рефлюкс. Но если у ребенка стойкие изменения, стойкие тошнота, рвота, изжога, ребенок похудел, плохой аппетит, эмоциональное состояние плохое, мы, конечно же, должны провести ФГДС, фиброглас, трудоденоскопия. Это обследование проводится с рождения, можно делать его с рождения, по необходимости, по показаниям это делается с рождения. Но, конечно, маленьким детям 3-4 года, если нет особых таких оснований, мы обходимся УЗИ обследованием. ФГДС, конечно, больше по клинике длительное заболевание, по состоянию ребенка, по самочувствию его мы уже проводим в более старшем возрасте. Это где-то после 7 лет, пожалуйста, очень даже и хорошо дети переносят. Сейчас хорошая очень волоконная техника, очень хорошо все переносится, быстро. И мы, конечно, видим уже там, мы видим полную картину, потому что проведение ФГДС совпадает с определением хеликобактерной инфекции у ребеночка, которая, конечно, это хеликобактер, это уже понятно, с 80-х годов, это микробина, открытие которой получила Нобелевскую премию доктора, которые этим занимались. И хеликобактер решает очень многие проблемы в плане язвенных дефектов, 12-перстной кишки, желудка, ну и других органов. Поэтому, конечно, ФГДС это очень хороший метод обследования, но по показаниям. Ну и какие рекомендации, хочу сказать, мы рекомендуем нашим пациентам. Но прежде всего это умеренность во всем. Умеренность в питании, то есть должна быть пища проваренная, не жареного ничего не даем, диета номер 5, как мы говорим. Жареное нельзя, острое копчение, маринады, шоколады, соки не надо, то, что повышает секрецию. Так что высокая секреция, высокая кислотность, желудочно высокая, это тоже риск возникновения рефлюкса. Поэтому, значит, диета прежде всего имеет значение качество, количество и время приема пищи. Последний прием пищи за 2 часа до сна. Почему? Потому что во сне все сфинктеры расслабляются у нас. Ребенок уснул, сфинктеры расслабляются, столько лег, покушал, лег, через 20 минут начинается или кашель, или какое-то поперхивание. Это признак рефлюкса. И еще признак рефлюкса. Если утром просыпаемся, а вокруг рта ребеночка и на подушке мокрое пятно. Так и называется симптом мокрой подушки. Вот на это мы должны обратить внимание. Поэтому диета первое. Второе – это последний прием пищи за 2 часа до сна. Это обязательно. Регулярность приема пищи через каждые 3-4 часа, чтобы не переедать. Все то же самое, чтобы не повышать натрибрюшное давление и не вызывать обратный ток пищи. Вот. Поэтому, а почему еще это опасно? Потому что в желудке кислотная среда, в пищеводе щелочная среда. И если кислота из желудка попадает в пищевод, то это кислота, сами понимаете, разъедающий момент происходит. Значит, могут сначала воспаления, гипидемия, краснота нижней трети пищевода. Затем могут быть эрозии, могут возникать полипы в пищеводе. Это мы видим у подростков очень даже часто. Эрозии, полипы и даже язвы. Очень тяжелое заболевание пищевод Баррата. Это осложнение рефлюксной болезни. Но это уже у более старших, конечно. Вот. Затем, значит, назначается прежде всего терапия ощелачивающая, чтобы снизить кислотность желудочного сока. Регулярность приема небольшими порциями, почаще прием пищи. И ощелачивающая терапия. Вот мы на этой терапии смотрим ребенка, там, 2-3 недели ведем. Если что-то улучшение есть, все, мы так продолжаем. В основном режимные моменты и диетические соблюдать. Если что-то не так, то тогда уже врач думает о другой терапии, назначении другой терапии. Уважаемые слушатели, ну вот в коротком сообщении я попыталась вам осветить некоторые моменты гастроэзофагиального рефлюкса и болезни. Если у вас какие-то вопросы остались, пожалуйста, задавайте нам вопросы ваши. Мы постараемся на них ответить в надлежащей форме. Если что-то вас не устраивает или у вас какие-то симптомы у ваших деток, пожалуйста, приходите на прием. А самое главное, я вам желаю, будьте здоровы!